Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 3455. Почему так охотятся за честными журналистами и даже убивают?» Отвечает Игнатий Лапкин. Вы же сами и ответили за то, что они были честными. Но если журналист убит, это вовсе не означает, что он был честным. У людей есть лживый постулат, что о мертвых или ничего, или только хорошем можно говорить. Мы же смотрим на все во свете Библии. Если дела человека были темными, как же они могли бы вдруг стать белыми после его смерти, если он в том не раскаялся? Откровение 14.13. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Убили Политковскую, Холодова, Листьева. Тальков, хотя и не журналист, но войдет в то же число. И по всему миру уже сотни таких пострадавших. Кому-то мешал, много уже знал, боялись разоблачения им. Можно ли было их спасти от такой кончины? Думаю, что если бы они были глубоко верующие христиане, они бы поступали совсем не так. Они бы молились и из Библии получили ответ. Мог ли журналист помешать распродавать военную технику, когда выводили войска из Германии? Могла ли журналистка прекратить войну в Чечне, если бы они знали, что эти события запрограммированы, и они обязательно будут, и попытки выправить что-то ничего не дадут. Пришло время, союз сам рухнул, без всяких оппозиций, войн, революции. У Бога все вымерено, что-то нам известно, а большей частью мы не ведаем, для чего и когда закончится. Не помешает знать протоколы сионских мудрецов, где особая глава о журналистах. «Определи себе, что нужно и что неприкасаемо. Из журналистов я еще не встречал ни одного по-настоящему верующего, а так около церковных людей, церковные люди. Хорошие, добросовестные, но защищают всякую мерзость в церковной иерархии. Слово Божие не является мерилом их честности и справедливости. Они все меряют цензурой и своим опытом. А это все шатко и зыбко. Иеремия 9.5 «Каждый обманывает своего друга и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствует до усталости». Иеремия 2 глава, 27 стих «Они оборотили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить «Встань и спаси нас». Между войнами Петр, сын Ионин, освобожденный от забот мирских, спокойно спал среди тюремной вони, расслабился, но духом не раскис. А церковь христиан в Иерусалиме молила в час ночной, был заперти. Молитва Богу не проходит мимо, и Петр освобожден условием вопреки. «Сошедший ангел осеял темницу, свалились цепи, не потревожив стражи. Полезно все-таки в ночи молиться, что делать узнику, слуга небес укажет». Сначала пояс надобно одеть, знак истины, а это только в церкви. Одеться правильно спасает всех от бед, затем обуться и распахнуться двери. На благовестие о чуде воскресения доголосят гробницы и темницы. Воскресшие бросают щедро семя, какое нынешним церковникам не снится. Тот случай многократно повторен, сон прерывается, а дальше как во сне. Спадают узы, как сгоревший лен, язык развязан и не сметь коснеть. Плененных утром ожидает меч и чурка палача из коммунистов. Не худо на нее главой возлечь, в поклон последний Иисусу низкий. Сподобится любого варианта, есть милость Божия, атака благовестия. Врагу не оставляй же своей одежды драной. Никто противоречить не посмеет. Железные ворота распахнутся, живое слово вырвется наружу. Так дайте же свободу Иисусу, посев даст всходы, повсеместно дружный. 14.04.07. Игнатий Лапкин Редактор субтитров А.Семкин